Анна занимается боксом уже три года. В семье она первая, кто решил связать жизнь с профессиональным спортом. За ее плечами около 10 побед на соревнованиях. Секрет успеха в регулярных тренировках. Спортивный зал в Ликино за это время стал вторым домом для девушки. Вопреки предрассудком Анна уверена – бокс – это и женский вид спорта. Тренировки у юных боксеров три раза в неделю. Сначала разминка, потом уже отработка ударов и работа на ринге. И как проверка пройденного соревнования. В 2016 году местный житель Сергей Батраков решил создать спортивный клуб, доступный для каждого. Здесь не только бокс, но и тренажерный зал и даже народные танцы. Сама судьба нас вела с ребятами. Мы очень счастливы, что мы обрели свой дом. Здесь долго уже дружим с ними. В прошлом и позапрошлом году мы организовали благотворительный фонд «Открытые сердца», нацеленный на поддержку нашего старшего поколения домов престарелых. В общем-то наши дети, наши воспитанники с малых лет уже занимаются добрыми делами. В конце октября в спортзале планируют провести соревнования «Открытый ринг». На более отдаленную перспективу планы тоже есть – организовать занятия для старшего поколения. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Эти мальчишки футболом, что называется, живут. Многие играют большую часть жизни. Александр Пусько смотрит трансляции с трех лет. Сам на поле с шести. Рассказывает, сейчас тренируется четыре раза в неделю, а на соревнования даже у учителей в школе отпрашивается. Те не против. Тем более, что Одинцовская команда показывает хорошие результаты. На прошедшем первенстве Московской области заняла первое место. С тем, что Зоркий из Красногорска – сильный соперник, согласен и тренер команды. По словам Александра Пикаева, кроме этого, был еще один сложный матч с командой из «Химок». Но Одинцовцы все равно сильнее. По итогам первенства проиграна только одна игра из четырнадцати. Все благодаря серьезной подготовке. У нас есть недельный цикл. У нас, ну, соревновательный период, недельный цикл. То есть у нас, получается, мы в понедельник играли. В среду у нас больше восстановительная тренировка. Где-то мы работаем над гибкостью, ловкостью. То есть там в четверг у нас уже такая скоростная силовая больше работы. Нагружаем, прыгаем, какие-то челноки, ускорения делаем. И в субботу тренировка у нас больше с мячом какие-то тактические действия. Святолслав Короленко в футболе уже семь лет. Признается, тренировки с мячом любимые, потому что приближены к игре. Бывают квадраты, бывает футбол, бывают пасы. Квадрат – это когда стоят четыре человека в квадрат и один в центре. И он забирает мяч, а другие пасуются между собой, чтобы у них не забрали мяч. Первенство Московской области проходило с мая по октябрь. Теперь новые соревнования ждут этих мальчишек только в следующем году. Впереди долгие месяцы упорных тренировок. Тем более, что зимой команде есть где играть. В холодное время года юные футболисты занимаются в крытом теплом маниже. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Макару Новикову сейчас 17. Налет молодой человек впервые вышел в 5 лет. Игрок команды юниоров из «Одинцова» рассказывает, в хоккей его привели родители. У него самого интерес появился позже. Сейчас Макар планирует связать со спортом карьеру. Для этого выкладывается на 100%. «Приходится переходить через боль, через пот. Все проходит через пот только. Конечно, хочется сейчас попасть в МХЛ в следующем году, а там уже дальше как пойдет в КХЛ или НХЛ». Ради мечты и карьеры юноша выходит на лед 6 раз в неделю. Свободное время остается только иногда, по воскресеньям. «Утром просыпаюсь часов в 7 утра. Школа до обеда, часов до 2 до 3. Потом тренировка в 5. И приезжаю домой в 9, уже ложусь спать». Еженедельно проходят четыре тренировки и два матча. Выкладываются на полную и другие участники команды. «На сейчас главное выиграть, занять самые высокие места в группе и на Россию поехать». Мечты об НХЛ практически у каждого хоккеиста. И они вполне реальны. Тренер команды Сергей Клементьев говорит, уровень игры у ребят хороший. К взрослому спорту они готовы. «Наша юниорская команда, она вообще является такой стартовой площадкой для ребят, молодых выпускников нашей школы. Многие вот из предыдущих выпусков, которые проходили через юниорскую команду, они участвуют в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Они достаточно там многие на ведущих ролях, поэтому это хороший плацдарм для того, чтобы проявить себя». Сейчас команда участвует сразу в двух турнирах – первенстве Москвы и Подмосковья. Играть по два матча в неделю придется до конца февраля. Среди задач – выход в плей-офф столицы и попадание в тройку лучших по области. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Нале Крыловой всего 12 лет. Полжизни спортсменка занимается бандминтоном. Тренировок много – шесть в неделю, иногда по две в день. Вопреки стереотипам, бандминтон – игра сложная. У спортсмена задействованы различные группы мышц. Отсюда и высокие энергетические затраты. Игроку в процессе соревнований приходится бегать на короткие дистанции, чтобы отбить валан, совершать интенсивные махи руками, прыжки и наклоны. А встреч таких на соревнованиях может быть и по 5-6 за день. Поэтому, нужна не только хорошая техника игры, но и серьезная физподготовка. В то же время важна и внимательность к деталям. Нелли Крылова, которая на региональном первенстве заняла первые места в одиночном, парном и смешанном разрядах, признается – перед игрой очень внимательно наблюдает за соперниками. Смеш – это атакующий удар, выполняемый над головой сверху вниз, часто с задней линии. Он требует немалых усилий, хорошей позиции для выполнения, сбивает дыхание и заставляет ускориться. Поэтому и необходимы регулярные тренировки. Следующее соревнование у одинцовских спортсменов в ноябре, но уже в составе подмосковной сборной. В нее вошли сразу трое воспитанников спортшколы. Нелли Крылова, Платон Акулов и Варвара Шмырева. Они будут представлять регион на первенстве в России в Омске. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.